Давайте, все уже проснулись, я больше чем уверена, кофе, чуть-чуть музычки, надеюсь, не заблокируют. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, доброе утро, чуть-чуть позитивчиком с вами поделиться. Здравствуйте, настроение у меня хорошее, объясню почему, потому что сегодня я еду в студию лазерной эпиляции с Аляночкой, Аляне делает уже, какую, пятую, шестую, ой, все, Алянки уже все, заканчивают. Сегодня, по-моему, последний раз она ко мне приезжает, шестую процедуру, вот так вот. Кофеек, на удивление, сегодня прям изумительный. Привет, 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 ой, еще не выспалась, я сразу к вам бежать, видите? Привет, Солилецко, здравствуйте, доброе утро, доброе всем, привет Либерджик, здрасте, 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 здрасте. Наконец-то попала к вам на эфир, здравствуйте, очень приятно, очень приятно. С Кемерово привет, 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 Кемерово, я была в Кемерово. Так, доброе утро, Либер, доброе, доброе, всем доброе, всем позитивчика. Ребята, сегодня нужно делиться, вообще, каждый день нужно стараться делиться как можно большим количеством позитивных эмоций, и тогда вам придет еще больше, больше, еще больше. Привет из Майами, ух ты, ничего себе, у вас там класс, Ничко. Давно не была в прямом эфире, да, у нас последние дни были очень напряженные, вы видели все прекрасно, да, то, что мы даже в прямой эфир не могли выйти, хотя мы вместе с Солианкой собирались, мы, получается, ну вот в 9 утра, получается, в 9, да, в 12 где-то мы уже дня встречались с Солианой, и разъезжались где-то часов в 9 вечера только, вот, у нас такой мозговой штурм был очень мощный, мы встречались с крутыми разработчиками очень интересной новой соцсети, которая залетит 100%, я уверена, каждому из вас, все вы знаете прекрасно, то, что сейчас Инстаграм, к сожалению, зачастую блокирует очень многих блогеров, ну, вообще много всего происходит, поэтому всегда должен быть некий и раз резерв, и два доход, как бы с любого проекта, который вообще начинается, да, объясню так вкратце, мы с Солианой стали акционерами одной интересной социальной сети, в которой можно будет не только делиться, обмениваться информацией абсолютно конфиденциально, без всяких там каких-то там, то, что можете не бояться, то, что вас там взломают, или то, что вас будут просматривать, прослушивать, да, в этой соцсети содержится все, что нужно, по идее, для хорошего, как сказать, развития блогера, да, и вообще пользователя, там совместили все самое нужное, да, вот в Инстаграм, например, есть там прямой эфир, сториз, еще что-то, еще что-то, ну, как бы к Инстаграму мы уже все привыкли, а там будет соединение, так, а-ля, как WhatsApp, Telegram, плюс еще, вы будете общаться, как с записной книжкой, да, как с WhatsApp, еще плюс у вас отдельный блог идет, и еще плюс возможность заработка в этой соцсети. Короче, подробно буду рассказывать все постепенненько вам, рассказывать, как это и что, я больше чем уверена, что многих заинтересует, тем более, я говорю, что в Инстаграм, чтобы себя раскрутить, потребуются годы, да, либо мощные вложения в плане финансов, потому что, ну, сами понимаете, да, чтобы сделать качественный контент, это все-таки нужно постараться, да, в этой же соцсети, так как она еще не стартовала, все будут с нуля начинать, как бы абсолютно любой может совершенно спокойно, да, достичь очень хороших результатов, ясно, тогда пока. Ой, Аляночка, привет, зайка, привет, привет, моя хорошая, уже прожгнулась, все, давай, к 12 нам в студию нужно ехать, вот, так что, так что, я думаю, то, что вам это будет интересно, нам с Ильянкой это очень понравилось, да, как бы, кто захочет сотрудничать, именно сотрудничать в плане того, чтобы стать тоже инвестором, это уже отдельно, может быть, в директ напишите, может быть, еще как-нибудь, может, я вам скину номер телефона, и мы так пообщаемся, но вообще нам, в принципе, ну, как бы, нежелательно, чтобы было много людей, кто захочет приобрести акции, потому что чем больше акций у нас, тем лучше нам. Интересно, интересно. Да, я говорю, то, что, получается, то, что вы начинаете с нуля, вы начинаете с, ну, с нами вместе, как только запускается сеть, все, автоматически вы начинаете набирать себе, а, и еще забыла сказать, то, что, ну, ладно, это потом я отдельно вам запишу, тогда это не правда, вообще не хотела, если честно, говорить сейчас об этом, но сказала, ну, ладно. Сам факт того, что, как бы, кое-что интересное я вам готовлю, 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 вот. Мне очень интересно послушать. Сделаю отдельно прям прямой эфир вот на эту тему, буду наглядно прям показывать, как выглядит, что это, зачем это, почему и как, вот. Потому что очень многим людям важна именно конфиденциальность, да, когда никто не вправе будет вас просмотреть, прослушать, не знаю, оценить, там, не знаю, почистить ваш контент, если кому-то что-то не понравилось, удалить ваши, там, фотографии или удалить ваши видео или еще, нет, абсолютно, вы не только несете ответственность за то, что вы выставляете и выкладываете вообще, абсолютно, без всяких. Не будет такого, вот, как у нас, сколько, да, блогеров, мы с Солянкой недавно разговаривали, сколько блогеров, ну, не то чтобы пострадало, ну, пострадало, по-другому я никак не могу сказать, да, которые вели свой контент, развивали свой Инстаграм, да, там, пытались как-то, не знаю, его сделать лучше, краше, чтобы с него, конечно же, зарабатывать, но и плюс ко всему это их детище, да, и Инстаграм просто берет и блокирует, бэц, нету его, и все, понимаете, там, миллион, два, четыре миллиона подписчиков, да, и просто все, и не отдает, полгода, год может, ну, как бы, и все. И зачастую это же тоже бывает, да, там разные блогеры, мамочки, да, вот в декрете, которые просто развивают себя, и это их некий способ заработка, да, и у них еще и нету никакого, никакой базы, как сказать, ну, элементарно, да, вот снесли твою Инстаграм, и все, нету дополнительной, там, Инстаграм, да, нету, и ничего ты с этим не сделаешь, пока Инстаграм непосредственно не решит эту проблему, если решит, а может, и скажет, типа, давай, до свидания, и вообще, короче, ты лишишься, ну, как бы, своего аккаунта. Так вот, вот эта вот соцсеть, о которой я вам рассказываю, да, там такого не произойдет. Это, наоборот, я даже могу сказать, такое некое подушка безопасности, хранилище, да, как бы, это такое вот ноу-хау, да, нововведение такое, которое поможет вам, даже если, не дай бог, там что-то произойдет, да, там с Инстаграм, с ТикТоком или еще что-то, да, постоянно быть на связи со всеми, с теми, с кем вы постоянно на связи здесь. Ну, это очень круто, это очень круто, это новое, это, вы сами понимаете, это эти технологии, так что, я думаю, многим зайдет. В суд подали? Нет, еще не подавали в суд, все выяснили, все узнали, по поводу Чуева вы говорите, да, и Африкантовой. Нет, в суд еще никто никуда не ходил, я вот сейчас до родителей долечу, надеюсь, в ближайшее время сейчас здесь дела все доделаю, и уже там дальше вместе будем думать. Если честно, я их отговариваю, честно могу сказать, отговариваю, потому что, как говорится, ни тронь не будет, да, вот, но они настроены, конечно, достаточно так, воинственно. Ну вот, я не спорю, конечно же, они оскорбились этим. Я бы тоже, если бы про моих родителей, да, вот что-то подобное, не дай бог, сказали бы, да, я бы тоже, скорее всего, да, подала бы в суд, либо разбиралась бы, может быть, как-нибудь даже по-другому. Вот, там, не знаю. Но когда про меня сказали, я как-то это мимо ушей пропустила, потому что для меня вообще это мнение не авторитарное и не является, как бы, истиной в последней инстанции, логично. Так что я вообще посмеялась, как бы, над этим убожеством и пошла дальше. А родители сказали, что нельзя такое спускать с рук, потому что, окей, хорошо, сегодня мы проглотили, завтра еще кто-то проглотил такое же, а человек думает, что он просто неуязвим, и думает, что он несет в массы, видимо, такую вот, вот такую вот свою политику, и она, значит, ну, раз люди молчат, значит, она имеет место быть. Молчать нельзя. Вот, передай привет Олесе. Привет вам. Привет из Аризона, США. Привет, привет, привет. Что случилось? Да нет, ничего, это по поводу оскорблений Чуева. Это у тебя? Классненько, да? Нравится? Вот. Глеба пригласили в студию? Да. Глеба пригласили в студию лазерной эпиляции. Я, вот, если честно, да, наверное, нет лучшего способа рассказать о себе, как сделать что-то качественно, чтобы вам понравилось, да, и чтобы вы это оценили. И я больше, чем уверена, что на примере Глеба вы точно поймете, что у меня действительно наикрутейшие лазеры, и действительно студия лазерной эпиляции на высшем уровне. Потому что Глеб – это тот клиент, который действительно проблемный. Понимаете, да, как бы, и вот Глеба избавить от его количества, да, мохнатости, вот это вот будет миссия практически невыполнима, но для нас это не проблема, так что, вот, девочки, давайте, welcome, приходите, мы с Лянкой довольно готовы, Алянка вообще счастлива, она говорит. У Аляны вообще после первого раза уже пошел мощный эффект. Ну, в плане роста волос сократился там на 30%, если не больше. А сейчас вот у нее шестой раз она пойдет, получается, и, я думаю, уже все. Шестой раз на ножки, по-моему, она, да, идет. На бикини, по-моему, четвертый, не помню. Вот, ну и подмышки тоже шестой, по-моему. Подмышечки. Вот. Сегодня я еще карбоновый пилинг себе хочу сделать на лицо. Вот. Посмотрим. Привет из Туркмении. Здравствуйте. Салам алейкум. Архангельс. Здравствуйте. Привет, любишь из Питера. Петербург. Здравствуйте. На вопросы не отвечаешь. Что за вопросы вы... Вы делали подсчет с поездки на Эльбрус. Я забыла. Я забыла. Я забыла, я забыла. Ну, в общей сложности где-то на человека, мне кажется, мы потратили 30 тысяч на человека. Где-то вот так вот. По-моему, вот что-то вот в районе этого. Вот. Привет из Брянска. Здравствуйте. Привет из Татарстана. Привет, привет. USA. Hi. Привет из Москвы. Москва. Здравствуй. 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 Привет, доброе утро. Екатеринбург. Здравствуйте. Привет из города. Как, как, как называется? Кастамукша. Здравствуйте, город. Так, Леберш, привет из Казахстана. Казахстан. Здравствуйте. Казахстан, кстати, я говорю же, я подписана на юного блогера, которому 9 лет. Он тоже в Казахстане живет. Крутой. Так, из Казахстана. Казахстан, привет. Привет из Владикавказа. Здравствуйте. Слышали про университет в Перми? Ой. Слушайте, ребят, конечно, слышала. Это страшно. Это ужасно. Ну, это осень, видите. Первое сентября. Пошли учиться и уже. Да. Конечно, соболезную. Что же так долго пропадало? Была наедине с самой собой. Ну, иногда бывают такие моменты, когда неохота даже телефонную трубку брать. Вот. Привет из Октябрьского. Октябрьский. Здрасте. Привет. Из Тамбова. Тамбов. Здравствуйте. Привет. Привет. Позитиво. Оля Пешк, доброе утро. С Дагестана. Дагестан. Здравствуйте. Обалдеть. Вообще. Вы представляете, да? Мы все здесь собрались. Кто? Откуда? Вот это вот классно вообще. Я так счастлива, что у меня вообще настолько из разных мест, из разных городов, из разных вообще стран подписчики. Это очень круто. Это очень круто. И менталитет, и у каждого свой взгляд на жизнь, на мир, на все. Это, блин, это очень круто. Это очень круто, когда, как сказать, такая прям... Ну, абсолютно разная публика и аудитория. Это всегда круто, потому что столько мнений, столько вообще всего-всего. Кружка крутая, да, мне тоже нравится. Азербайджан, здравствуйте. Красноярский край, здравствуйте. Здравствуйте. Про Якохон не отвечаешь. А что вы задаете вопрос? Я не... Извините, я, может быть, не успеваю просто читать. Санкт-Петербург. Привет, привет, да. В общем, вот так. Привет. Ранняя пташка. А где же ранее-то? Уже 9.27 в Москве. Привет. С Амурской области. Здравствуйте. Город Зея. Здравствуйте, здравствуйте. Где мне такую кружку купить? Мне подарили ее на ТНТ, так что я не... Они не продаются, я думаю. Это подарочные кружки такие, фирменные. Привет из Иваново. Здравствуйте. Ташкент. Скажи, пожалуйста, как ты держишь себя в форме? Ребят, если честно, я просто стараюсь не особо сильно расслабляться. Но если уж расслабилась, то нужно чуть-чуть как-то подужаться. Вот и все. Просто из стороны в сторону не надо, чтобы сильно у вас телепало. Так, Либеш. Дорогая, ты как? Что нового? Ну, я вот уже рассказывала. Ой, Ермаков, привет, привет. А, я не поняла сначала кто. По WhatsApp. Я тебе расскажу, что нового. По новой. Печалька. Ты с Машей Кахно дружишь? Ну, не дружу, но как бы общаюсь. Ну, у нас нету никаких там разногласий или каких-то там претензий друг к другу. Нормально относимся друг к другу. Машка. Машка, Машка. Салам из Дагестана. Привет, спасибо. За позитив и всегда за... Твою доброту. Доброта – это очень важно. Особенно в мужчинах. Женщина, понятно, да, она по природе, по своей, да, как бы она может быть добра в основном. Женщина добра к своим. Понимаете, да, как бы из нее можно веревки вить. Это дети, это мужчина, который ее любит. Вот. Но не дай бог кто-нибудь посягнет на ее территорию. Тут сразу же все. Львица, тигрица, волчица. Все. А вот для мужчины очень важна доброта, потому что они вообще, ну, по природе, по своей агрессор, ну, агрессивные, да, как бы добытчики, охотники. И если мужчина не умеет контролировать свою агрессию, да, и злобу, которая внутри, потому что злость, она же мотиватор очень мощный. Зато Либи умеет танцевать. Да, Аляночка, умею, сегодня тебе специально станцую. Вот. И мужчина по природе, по своей, и вообще, в принципе, злоба, которая, злость, да, внутри идет, да, это же очень мощный, как сказать, выплеск эмоций, эмоциональный внутри человека для нападения агрессии, да. И вот если мужчина не умеет контролировать вот эту вот злобу внутри себя, да, злость, агрессию, ну, такой животный инстинкт, то они становятся очень-очень такие ужасные, тираны. Ну, вот. Для мужчины поэтому очень важно быть добрым. Доброта. Первое, что должно быть у мужчины. Улюблю утро с вами. Я живу в соседней комнате, Аляно. Это, учитывая, что у меня квартира-студия в соседней комнате, это если только ванная комната. Иркоз, здравствуйте. Да, давай танец доброты. Я уж не знаю, что за танец доброты такой. Для мужчин танец доброты это стриптиз, мне кажется. Пожалели, показали. Спасибо. Это танец доброты. Ты такой позитивный, Берш. Нет, квартиру я снимаю. Астрахань, здравствуйте. Когда будем готовить? О! Ну, в принципе, в принципе, если я сегодня успею быстренько все сделать, можно и... А, нет. Сегодня нет. Сегодня у меня уже готово. У меня сегодня мясо по-французски. Мне вчера сообщили. Кулинарии. У нас здесь рядом кулинария есть. Очень вкусненько там готовят. И там, нет-нет, если лень там заморачиваться, что-нибудь готовить, да, можно там совершенно спокойно все купить себе. Привет с Пскова, здравствуйте. Псков. Да, такое прям. Русью пахнет название Псков. Мы Пскопские. Да? Ну, это так, это мощно. Аляна, что она опять там вам пишет? Ты водить умеешь? Нет, не умею. Ребеш, ты телефон давала для общения, пропустила? Нет, еще не давала телефон. Думаю, дам. Вы понимаете, как я хочу сделать? Смотрите, я просто хочу, чтобы это было правильно, грамотно, да, чтобы это не было просто поток звонков, да, и просто пообщались. Я бы хотела, чтобы это было достаточно продуктивно для нас, для всех. Поэтому я хочу дать свой номер телефона, чтобы вы его записали к себе в записную книжечку, да, и, например, выделить один день в неделю прямого эфира, когда вы там, например, захотите пообщаться или, может быть, поделиться какой-то своей историей. Тем более вы будете полностью конфиденциальны, да, как бы никто не будет знать, кто вы, что вы и как, опять-таки, благодаря вот этой вот новой сети. Кто вы, что вы, как, откуда, ну, собственно, я говорю то, что я хочу, чтобы вы могли совершенно спокойно, например, делиться своими, может быть, жизненными советами или жизненной ситуацией, или то, как вы вышли из той или иной ситуации, да. И все это делать в прямом эфире, это было бы очень круто, потому что вы мне помогаете, да, в плане там, если я у вас спрашиваю совет, вы также можете помогать и остальным ребятам, которые точно так же, да, например, сидят по ту сторону экрана, слушают, и у которых, например, может быть такая же жизненная ситуация, как и у вас. Вот, и если вы позвоните, еще раз говорю, инкогнито, да, если вы не хотите там говорить о себе и рассказывать, кто вы, откуда вы и как вы, да, это ваше право, да, позвоните и просто расскажете там, Либерш, привет, так и так, вот буквально недавно у меня произошло там, вот у меня девочка недавно позвонила, сказала, у нее, говорит, выкидыш, у нее сейчас очень тяжелое эмоциональное состояние, и ей, и мы можем помочь, да, как бы она может выговориться и рассказать, как, насколько это тяжело, и мы понимаем, насколько это, ну, тяжело, но просто ей сейчас тяжко, и, и, как бы, и, и она точно так же может рассказать о себе, да, и рассказать что да как, как бы, потому что, короче, будем помогать друг другу, чтобы это не просто было, выкинули телефон и мы потрещали там, да, привет, там, у меня все нормально, все окей, скинь фотку там или еще что-нибудь, да, это не прикольно, а чтобы это именно было так вот концептуально, чтобы это классно было, ну, я думаю, вот в ближайшее время я вам закину и номер телефона, и вообще, собственно, все, а если тебе позвонит, не побоюсь ли ей ответить, нет, не побоюсь ли она, а зачем? Не, если она, конечно, только на Дум-2 не будет звать. Ну, если попросит, фотку скинут. Я скину твою. Привет, Изов, привет, привет. Ну, в общем, собственно, вот так вот. Так, время у нас, у меня час для того, чтобы собраться, и давайте следующий прямой эфир уже будем проводить из студии лазерной эпиляции Либи Лазерпоинт, так что переходите по ссылке в шапке у меня инстаграм, переходите туда, и welcome, жду вас у себя в студии. Так что вот так вот. Еще раз говорю, ценник самый, что ни на есть, максимально удобный и комфортный, и вообще, я не знаю, полностью все тело, лазерная эпиляция, 4999, 5000 рублей, 5000 рублей, девочки, 5000 рублей полностью все тело, на новейшем оборудовании. Так что я думаю, ну, это любой, любой, любой девочке зайдет. Привет, Либерж, привет, 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 всем привет. Так. Ладно, все. Всех люблю, целую, чуть позже выйду в прямой эфир со студией. Ну, вы поняли, короче, да? Ну, да, да, да.